19 августа Всемирный день фотографии. История этого изобретения началась во Франции, когда в 1839 году правительство придало широкой огласке фотоснимок, назвав его подарком миру. Наш корреспондент Анна Троян заглянула в объектив камеры и раздобыла секреты запоминающихся летних фото. В этот раз за фотошедеврами отправились к самой матушке природе. Лето – самое время использовать все преимущества натуры. Совместим приятное с полезным, устроим красивый пикник. Давай, Элин, смотри, каждую ягодку прямо отдельно срывай, я зубками, можешь губками. В лесополосе используйте все дары природы. Шикарный реквизит. Задействуйте двухколюсный транспорт, он создаст дополнительный антураж. Да, и в таком случае, во время фотосессии, голодными не останетесь. Мы сейчас с тобой здесь разложим эти цветочки, будет прикольно. Ложитесь, будьте смелее, ложитесь. Заряжайтесь энергией земли и создавайте неповторимые снимки. В помощь лишь трава и полевые цветочки. Нам не нужно ничего выстраивать, здесь есть лес, деревья, естественный свет – это самое главное. И нет лишних визуальных каких-то эффектов. Главное на съемке на природе – это одеваться подобающе, отказываться от какого-то черного. Яркие вещи. А если не ярко, то это светлые тона природных оттенков. Декорации вокруг нас. Используйте всю красоту зелени и растений. Не зря наши родители так любили фото у деревьев. И помните, чем дальше в лес, тем интереснее снимки. Пока солнышко не ушло. Мечтали отправиться на Лазурный берег, но помешала пандемия. Дима и Алина уверяют – получить заряд солнечных эмоций можно и на Люберецких пляжах. Можно еще использовать такие приемчики, фишечки. Допустим, если светит яркое солнышко, то нужно найти, откуда оно светит. Взять какую-то фактуру, которая может пропускать через себя свет. Это может быть какое-то кружево, какая-то сетка. И получаются очень интересные кадры, прям, можно сказать, фэшн. Главная обманка лета 2020 – фото на песке. Она создаст глубину снимка и иллюзию вашей геолокации. Ищите детали, делайте фото крупным планом. Это разбавит вашу фотоленту. Ну что, Алина, как водичка? Супер. Тот же фотообман – снимки с водоемом. В кадре только вода. Так вы создадите иллюзию безграничного пространства. Кто знает, может, это Байкал. Главное, чтобы побережье было чистым. Так подписчики точно не узнают, что этим летом вы остались дома. Снимать можно абсолютно при любом солнце. Главное, чтобы, если это яркое солнце, там, в полдень, например, то смотреть на него человеку будет некомфортно. И лучше располагаться спиной к нему. Если это пасмурная погода, то тут совершенно без разницы. И свет очень мягкий, ровный и подойдет абсолютно для всех. Для пляжных шедевров выберите раннее утро или вечер и точно будний день. Будьте естественны и непринуждены. Вы же на отдыхе, помните? Найдите все забытые пляжные принадлежности. Поплавайте, побегайте по песку и поиграйте в спасателей Малибу. Отличные фото. Гарантированы. Давай. Вот так Дима и Алина отпраздновали День фотографий в кругу нашей команды. На память снимки о самом необычном лете 2020. Праздновать День фотографий можно хоть каждый день. Попробуйте себя в роли фотографа или модели. Вам понравится. Для этого у вас осталось совсем немного летних дней.